Первую партию новеньких лиазов среднего класса получило местное автотранспортное предприятие по областной программе обновления автопарка. Глоба округа Михаил Токарев и депутат Мособолдума Олег Гаджиев посмотрели автобусы перед их отправкой в рейсы. Это самый востребованный класс, которым пользуются наши жители, который курсирует у нас по территории нашего округа. В ближайшее время получим еще ряд автобусов и вот эта проблема, которая звучала с транспортом у нас в Сергиево-Пасадском округе, прям уже, я думаю, к концу месяца будет ощутимо и заснята. Автобусы ожидали еще в конце прошлого года, но производителю потребовалось время, чтобы перестроиться с европейских комплектующих на отечественные. Сейчас вопрос решен и новые машины пошли в муниципалитеты. Салон на 70 мест оборудован всем необходимым. Удобные кресла, терминалы, бесконтактные оплаты, пандус для маломобильных групп граждан. Срок эксплуатации рейсового автобуса среднего класса составляет 7 лет. Новые Лиазы выйдут на замену старым изношенным коллегам. Сейчас первая партия, которая поступает, будет поставлена и планируется на наиболее востребованный маршрут, где поступает наибольшее количество жалоб. И особо на этот острый вопрос там, где единичные выходы маршрутов. Поселок Смена, где единственный маршрут ходит через нас, один автобус 38-й. С Зубцова очень много было нареканий, где 1,22 автобус ходит также один. И каждый срыв людям не позволяет вообще добраться до административного центра. Поэтому в данном случае первая партия, которая сейчас пришла, планируется на маршрут, как я сказал, 38-22. Также есть большое количество срывов по 46-му маршруту у нас, к 23-му. Следующие автобусы будут направлены на 49-й маршрут Сергеев Посад ГАЭС, где маршрутные такси не справляются с пассажиропотоком. И на 31-й маршрут по Ходьковой окрестностям. Всего в течение этого года планируется обновить до 30% парка. Михаил Зуйков, Антон Коврижник, программа События.